Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Щековская Екатерина. Сегодня мы поговорим с вами, как из одного маленького элемента можно создать полноценную принт-открытку. И вообще, как используя возможности Adobe Illustrator, можно создавать красоту, имея всего лишь одну такую штучку. Какую штучку я имею в виду? Берем инструмент пером и рисуем какую-нибудь такую удлиненную кривульку. Притом не сильно важно, какой она будет конкретно формы. Вот такой замкнутый контур. Он у меня получился. Сейчас я его соединю. Он может быть такой, как у меня, он может быть угловатой линией сделан, округлой, в общем-то неважно. Единственный, наверное, пункт, который нужно соблюсти, это то, чтобы он был удлиненный. И как из такой штуки сделать прекрасный зимний принт, прекрасную зимнюю открытку, давайте я вам покажу. Значит, что мы с вами будем делать? У нас есть элемент, с которым мы можем работать. И сейчас из этого элемента мы будем составлять самые разные снежинки. Самое простое, что мы можем сделать, это поставить точку у основания и сделать из него снежинку. Вот такая штучка у нас получается. Элемент вот он как был, так и есть. Я с ним ничего не делала, а у меня получилась вот такая красивая снежинка. Соответственно, я поставила в нижний угол и его раскрутила. То же самое я могу сделать, если поставлю в другой угол и раскручу. При этом, я думаю, что вы заметили, я не рисовала его как-то отдельно вдумчиво, вы можете придумать что-то такое сложное, а просто делаю из того элемента, который имеется. Вот он, исходный элемент. Такую вот снежинку. Сразу группирую, чтобы она у меня тоже встала. Вот уже две прекрасные снежинки готовы. Как можно усложнить? Я это делала при помощи инструмента. Поворот. В общем-то, нам эти два инструмента и будут нужны. Зеркальное отражение и поворот. Давайте усложним. Сделаем зеркальное отражение. У нас получился более сложный элемент. Выбираем обе эти части. Инструмент поворот. Ставим точку, от которой мы будем поворачивать. Вот она, видите, синеньким обозначилась. Теперь я начинаю вращать. Если я просто вращаю, то оно крутится. Смотрите, как часики. Если я нажимаю кнопочку shift, то оно мне крутит на угол 45 градусов. 0, 45, 90, 135, 180, 135. Но только оно в эту сторону в минус считает. Чтобы скопировать, я нажимаю alt, отпускаю кнопки мыши, и отпускаю потом кнопки клавиатуры. И повторяю это действие. Это команда control D. Вот у нас получилась с вами еще одна снежинка. Уже из вот такого задвоенного штучки. При этом, вот смотрите, вот он оригинал. Я его не меняла. То есть я как один инструмент отрисовала одну штучку, так ее и делаю. Давайте теперь попробуем размножить. То же самое, но с другого края. Здесь то же самое, что я делаю. Нажимаю на shift. Вот они, смотрите. Углы идут. Можно точку поправить. Давайте выбираем, ставим точку и крутим. То есть один раз я кручу, другой раз я повторяю действие. Вот у нас уже получилось четыре абсолютно разные снежинки. Красивые, прекрасные, снежные. Из них потом можно будет скомпоновать рапорт, что, собственно говоря, мы и сделаем. Можно их усложнить очень простым способом. Например, сделать ctrl-c, ctrl-b и теперь немножко повернуть. Ctrl-c я выделила все, скопировала. Ctrl-b поместила поверх и немножко повернула. Вот у меня получилась новая снежинка, совершенно по-другому смотрящаяся. Я могу взять та снежинка, которая у меня есть. Нажимаю alt, отпускаю кнопки мыши, отпускаю alt, она у меня скопировалась. На нее положить сверху другую снежинку, тоже с копированием. Alt нажимаю, она у меня копируется. И немножечко ее повернуть. И можно чуть-чуть ее уменьшить по размеру. Вот уже получилась более сложная снежинка. Смотрите, какая красивая. То есть, используя всего один элемент, я бы даже его каркозяброй называла какой-то. Просто он удлиненный. Из него получаются самые разнообразные, интересные, прекрасные вариации. Давайте сделаем еще несколько снежинок. Заметьте, они у меня все пока в одном цвете. Я их даже никак не меняла по цвету. А это тоже вариация того, как это может у нас все функционировать. И получаются вот такие штучки. Единственное, что я делаю, я их сгруппироваю. То есть, каждая снежинка – это группа из объектов, которые определенным образом у меня созданы. Можно даже создавать, если вы вот сюда поставите линию поворота и вот таким образом создадите. Она тоже будет другая. Видите, у нее здесь будет утолщение. И вот она снежинкой разошлась. Вот он оригинальный элемент. Это мы с вами и сделали. Теперь, что мы можем сделать? Мы можем с вами делать их разного цвета. Например, один цвет. Накладываю сверху другую снежинку с небольшим поворотом и крашу ее другим цветом. Можно ее убрать назад. Вот так она будет смотреть. Или, если этот цвет мы считаем очень ярким, можно вот так вот разными оттенками поставить и сделать. То есть, помимо того, что мы игрались формой, можем играться цветом. Вот смотрите, например, я залила градиентом. Ту снежинку, которая есть, я залила вот таким вот градиентом. Он, кстати, автоматически в базовых образцах есть. В градиентах есть окно Библиотека образцов. Вот здесь есть у нас градиенты. Где они у нас? Вот они, градиенты. И есть вода. Вода это будут разные голубые оттенки. Вот можете их использовать. Тоже будет очень красиво смотреться, например, сюда и делать его в настройках градиента радиальным. Вот он будет у вас переходить. Я взяла просто тот стандартный, который был, вот этот. Никак его не настраивала. А можно вот из воды вытащить и они как раз дают вот эту всю красоту. Теперь мы можем поиграться с масштабом. Соответственно, какие-то снежинки сделать поменьше, какие-то оставить побольше и потом из них собрать композицию, с которой потом собрать принт. Как видите, ничего здесь сверхъестественного нету. Никакого супер-сверх рисунка здесь тоже нету. Собрала я это буквально быстро-быстро. И еще это у меня заняло чуть больше времени, чем обычно, в связи с тем, что я рассказывала и объясняла, что я делаю. Если бы я не давала комментариев, у меня бы это заняло вообще очень мало времени. Давайте раскинем разные красивые снежинки. Смотрите, здесь уже композиционно вы сами смотрите, чтобы было равномерное распределение больших и маленьких, чтобы они между собой как-то сочетались, здесь побольше, здесь поменьше. Была такая своеобразная динамика в принте. Это всегда красиво. Собрали. И можем теперь с вами все это выбрать. Объект. Узор. Создать. И программа нам автоматически начинает создавать узор, показывая, как это все будет распределяться. Вот в моем случае, по-моему, я создала его сразу равномерным. И он не требует какой-либо дополнительной корректировки. Может быть, только сдвиг какой-то добавить. Или, например, сделать не кирпич, а шестиугольник. Шестиугольники, как правило, более динамичные. Но в моем случае, мне кажется, оно только портит. Вот здесь, видите, дырка образуется. Соответственно, образуется дырка. Мы можем ее поправить и подвигать элементы, чтобы эту дырку закрыть. Вот таким образом. Программа сама вам автоматически все сделает. Это доступная функция после версии CS6. Это паттерн-дженерейтер, он называется. Либо создание узора. Вот такая вот штучка. Вот, вы создаете узор. И говорите, готово. Все пропало. И это хорошо. Теперь берем прямоугольничек. И его заливаем нашим с вами узором. Вот у нас получился прекрасный зимний узор. Я могу его положить сразу на цвет основы. Посмотреть, как он будет с цветом. Смотреть, какая прекрасная зима. Могу подогнать ему масштаб. Вот он стал поменьше. И, в общем-то, все готово. Может быть так. Можно поменять цвет фона. И у вас уже создался прекрасный зимний принт с белым фоном. И если вы какой-то купон будете печатать, то может быть и градиентный какой-то фон, который вот так будет рассеивать. Заметьте, я не рисовала больше ничего. То есть, вот все, что я создала, было создано вот из такой вот маленькой детальки. Больше мне бы не было нарисовано пером ничего. Единственное, что я делала. Раззеркаливала, крутила, компоновала. То есть, один мой элемент разбирала в разные стороны. Имейте в виду эту практику. Можно делать не только звездочки. Точнее, не только снежинки, но и звездочки, цветочки, мандалы. И все-все-все прочее. И это доступно многим. Главное, некоторое художественное честье, некоторое понимание процессов того, что вы делаете. И таким образом вы получаете очень красивые, интересные картинки. При этом они будут всегда авторскими и всегда вашими. Возможно, они будут чем-то по принципу походить на кого-то другого. Но это всегда будет авторской. Потому что вот эту штучку, которую я нарисовала, она моя. Ее больше ни у кого нет. И заняло у меня это буквально 10-15 секунд, что совсем маленькое время. Пожалуйста, используйте. Дальше вы можете отпечатать на открытках, на бумаге, на текстиле. Там, где нужно. Отсюда легко совершенно вытащить рапорт. Смотрите, выделяете. Вот вы можете вытащить рапорт. Под ним программа уже вам скомпоновала. Но он не такой, как здесь. Вот видите, прямоугольничек? Надо разгруппировать. Оно всегда выходит группой. Правой кнопочкой мыши на передний план вытащить прямоугольник. И все вот эти объекты, которые у вас есть, убрать в обтравочную маску. Вот он рапорт, который многократно повторяется. И который можно отдавать в производство для того, чтобы вам печатали. Размер вы уже можете задать в зависимости от того, какой вам нужен. То есть вы можете его сделать более мелким, вы можете его сделать более крупным. Это уже определяется индивидуально. По моей практике лучше распечатать хотя бы на черно-белом принтере и глазами посмотреть. Потому что на компьютере мы посмотрели так. Я сделала вот так, рапорт поменялся. Я сделала вот так, рапорт стал более мелким. Вам какой размер нужен? В этом и вся проблема. Поэтому размер печати, он всегда определяется отдельно. Но вот он у вас вышел, рапорт. Можете под него подложить еще один такой же прямоугольник, закрасить его цветом фона. И у вас получится файл на отправку, который... Надо спросить у производства, что им нужно, PDF, PNG, какой цветовой модели. Сейчас очень многие берут RGB. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Обязательно в комментариях пишите, если есть какие-то вопросы, вы хотите, чтобы я вам еще что-то показала. Не забывайте подписаться на канал. Я готовлю для вас много новых, классных, интересных видео. И чтобы вы их не пропустили, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Тогда вам будет приходить уведомление, что вышло новое видео и пора его посмотреть и освоить. А вот эта работа уже прям как для микростоков. Вы можете его экспортировать и отправлять на микростоки в продажу. То есть прямая ваша возможность заработать. На этом все. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.